Внучке 8 лет. Разбирали слова с корнем ра. В глазах восторг, когда разобрала глубину и смысл. Радость, радуга, нора. Учите внуков, пока им мозги не промыли. Согласен, промытые мозги это плохо. Нора, блин. Русский язык со стоповым. Привет, просветители. Как и в начале прошлого ролика, попрошу вас, все еще не выпрашиваю лайки, проверить свою шапочку из фольги. Сегодня она точно пригодится. Да она в принципе по жизни не повредит. Не знаю, в какой Даркнет попал мой ролик о заимствованиях в русском языке. Если не смотрели, то многое потеряли. Но веселая публика собралась в комментариях, скажу я вам. Правда во вкладке на проверки. Теперь ютуб вообще по непонятной причине половину комментариев туда отправляет. Русофоб, позор нации, из-за таких как я образование развалилось. Ну и потрясающие рассказы о том, что в настоящем русском языке не может быть заимствований. Вот вообще. Да, все вот так, серьезно. Ведь русские люди происходят от ариев, а это значит, что русский язык самый древний. Какие заимствования? Ну а это все, как вы понимаете, лирика. Зрители Алексея Шевцова, или все уже айтипедии, в оскорблениях то опыта побольше имеют. Да, я вот на это видео намекаю. Поэтому попытки уколоть явно мимо. Меня гораздо больше заинтересовали ссылки на видео, которым буквально загадили. Комментарии. Может поэтому ютуб и решил их удалить. Русский язык будет генетику. Что я вам про шапочку говорил? О бой, может ли ролик иметь более интригующее название? Нет, не может. Как оказалось, с этим видео, буквально как с писаной торбой, вносятся группы ВКонтакте а-ля Славянская правда, наши веды, чё-нибудь предки, какие-нибудь славяне-россы. Если что, все названия взяты с потолка. А то еще какие-нибудь росы оскорбятся. Мы не хотим оскорблять росов, только не на этом канале. Если, в отличие от героини этого ролика, вы не боитесь атаки злого английского языка на вашу душу, то я могу порекомендовать вам мирового лидера среди онлайн-школ английского языка Wall Street English. Ваш путь в бездуховное англосаксонское будущее начнется с теста для определения уровня ваших знаний. А затем вы выберете цель обучения, которая определит ваш дальнейший курс. Одна из главных фишек школы – Global Teaching Community. Студенты могут заниматься с преподавателями-носителями языка и студентами из Канады, Великобритании, США и других англоговорящих стран. Внимание! Совершенно бесплатно, в рамках уже оплаченного курса. Преподаватели живут в разных часовых поясах, поэтому Wall Street English предоставляет расписание уроков на 22 часа в сутки. Так что заниматься вы будете в удобное именно для вас время. Я огромный фанат ситкомов, поэтому то, что новый материал подается в том числе и в виде сериала, специально созданного для Wall Street English, меня безумно радует. Среди прочих плюшек – персональный наставник и специальная программа для отработки произношения. С более вспоминаю свои уроки английского в школе в переполненном классе. Кстати, я прошел тест для определения своего уровня английского – 15 из 15, близких к свободному. Это важный момент, так как учебные группы подбираются под ваш текущий уровень языка. Тоже пройдите тест на сайте школы и напишите в комментариях к этому видео ваш результат. А пока ловите полезные подарки от Wall Street English. Получите бесплатный пробный вип-урок и активируйте скидку 30% на онлайн-курс английского от Международной школы английского языка. Все ссылки в описании. Слово «душа» – это одно из ключевых понятий для нас, в отличие от других народов. Ну что, у других народов нет души? Есть. Но они не придают душе вот такого значения, как мы, русские. А вот это громкое заявление на основании чего сделано? Я бы, наверное, вспомнил про слово «соулмейт» и его важность в английско-американской культуре. Но о чем это я? А еще мы ведь все свои действия можем описать словом «душа». Ну вот русские живут, душа в душу, тянут за душу. Да все мы можем обсказать при помощи слова «душа». Иное дело англичане. Ну вообще слово «душа» не используют. Ну есть, конечно, парочка устойчивых выражений, но буквально пара. Раз-два. То, как человек русский любит свою душу, это было заложено еще в язычестве, дохристианское время. И чем пленило христианство русского славянина, славянина-язычника, это тем, что пообещало ему спасти его душу, то, что он любил себе больше всего. Окей, а греков и римлян не это в христианстве привлекало. То есть вот только восточнославянские язычники хотели свою душу спасти. Нет. А первые христиане готовы были на смерть идти ради, да даже не знаю чего. Но в любом случае, естественно, не спасение души. Только восточнославянские язычники. И вы знаете, какая парадоксальная вещь? Что совесть, как слово и категория, как понятие, существует только у русского народа. Словари других языков это подтверждают. Нет. То совесть существует только у русского народа. Вот это свойство, наша душевность, оно сегодня находится, конечно, в состоянии кризисном. Во-первых, потому что мы атакованы культурами других народов. Где, ну, это англо-сапсунская, англо-американская культура, прежде всего, где душа, в общем, не является превалирующей или важной в составе культурного быта. Замечательно. Злые бездуховные англо-саксы атаковали русскую душу. А 18-е и 19-е века, когда те люди, которых мы сейчас считаем столпами российской культуры, варились во французском языке? Или это только у англичан и американцев с душой проблемы? Так вот, пиар-технологи, которые работают над этим, а работают постоянно, и мы постоянно находимся, наши души, под давлением этих технологий, они используют технологии, которые называются, ученым образом, наведение. Наведение. То есть... Почти оккультное такое имя. Конечно. Так полностью оккультное. Полностью оккультное. И население страны, которое привыкло жить в категории душевности и стремиться к духовности христианской, и мечтать о спасении своей души, оно оказалось в ситуации, зачарованной вот этим наваждением. И пытается переделать, перекомпоновать, как сейчас говорят, переформатировать. То есть мы сейчас просто берем и вычеркиваем всю историю Советского Союза. И стремиться к духовности христианской. А что, весело? 18-19 век засилим иностранного влияния. Игнор, СССР туда же. Одна из задач манипуляторов состоит в том, чтобы как можно раньше русскому человеку внедрить альтернативный язык общения. Совершенно не зря нашу элиту, еще, так сказать, в поздние советские времена, приучали, что дети должны кончать английские спецшколы. Где с первого класса, то есть с семи лет, не закончен еще процесс познания родного языка, а человеку уже внедряют, внушают категорию чужого языка. А в 19 веке? А в 18? Александр Сергеевич Пушкин. Вот оно, солнце русской поэзии языка. В каком возрасте он начал изучать французский? На каком языке активно читал? А писал первые произведения? И знаете, какая интересная история с категориями чужого языка? Как правило, это был английский язык. Английский язык насыщен в своей грамматике глаголами, которые обозначают присвоение. Ну, вспомните, have. Ну что, коррупционеры, глаголом to have балуемся? Это непростой глагол. Это древний, европейский глагол, который есть в русском языке. Хапать, особенно. Именно так. Хапать, более того. Ещё и хитить из того же семени выросло, и хищник хитить, а тут же произошло. Ну, жаргонное хавать, но мы тоже его чётко понимаем. И вот эти все, да, хватать. Тот же самый глагол. И вот у них такая грамматика. А у нас это резко отрицательное отторжение от этого глагола. У нас грамматика бутильна. У нас даже формулы слова, которые обозначают собственность, не имеют вот этого хапать и хавать. Посмотрите, достаток, добыча. Что там? То, что на тебя свалилось, то, что появилось каким-то образом, но не путём вот присвоения притяжения к себе. То есть добыча – это не то, что добыл. Это то, что на тебя свалилось. Ну и слово «достаток» слова Альшанского связывает с тем, что добыто. Но с другой стороны, какая разница, что там Шанский утверждал? У нас тут своя система. Пиратские смыслы островные и континентальные. Конечно. Про славянские племена, которые почти ежегодно нападали на Византию с целью грабежа, ну и приобщения к духовности, естественно. Мы тактично промолчим. Конечно. Но психология-то меняется. Эта психология присвоения и смысла жизни через присвоение, она некоторым образом повлияла и на поведение наших элит. Ну и я бы, честно говоря, не стал утверждать, что наша элита знает английский. Let me speak from my heart in English. Сами слова, их значение, оно тоже ведь может быть переформатировано. Вот скажем, в старославянском языке есть слово «прелесть», обозначающее ложь и явное прельщение. А в то же время в XVIII веке слово «прелестно» и «прелесть» стало употребляться совершенно с другим значением, как что-то прекрасное, очаровательное и восхитительное. Вот это очень трудное усилие нужно произвести, потому что за корнем слова стоит такая вещь, как генетическая память народа. Вот эта ведь прелесть сильно-то не прижилась. И просто слово ушло вообще отодвинуто на периферию употребления. Ну, дамочки любят говорить, ах, какая прелесть. Ну, не более того. Вот оказывается, слово «прелесть» у нас не особо прижилось. Прелестно. Похоже, у них там какой-то свой русский язык. Вместе с этим роликом в связке очень часто идет печатное интервью. Родной язык – это нечто гораздо большее, чем средство общения. Он является основой физического здоровья, умственных способностей, правильного мировоззрения, жизненного успеха. А бесконечные реформы русского языка разрушают этот фундамент национальной безопасности. Про основу физического здоровья я промолчу. Хотя, конечно, тут есть что сказать. И язык – основа физического здоровья. Ладно, проехали. Меня гораздо больше интересует, что же это за бесконечные реформы. Вот прям бесконечные. Ну и правильное мировоззрение – это, конечно, сильно. Из интервью, кстати, понятно, какое мировоззрение для автора является правильным. Вот у меня все трое детей в определенном возрасте, где-то с двух до трех лет, из себя извлекали древние языковые формы. Звучит страшновато. Например, месяца полтора-два они говорили с яйцами. Мне это было хорошо слышно, ведь я историк языка. То есть они как бы припоминали древний язык. Самым загадочным было, откуда ребенок набирается слов, которых он нигде и никогда не слышал. В речи родителей их нет, в детский сад он не ходит, телевизор и радио мы ему не включаем. И вдруг из него идет целый поток слов, которые он как бы вспомнил. Да, вот так. Ребенка никто не учил каким-то словам, он их никогда не слышал, а тут бац и с яйцами. И опять же, я не говорю, что я не верю. Где моя шапочка? Жаль только дети Маугли сами с собой разговаривать не научились. Им тоже никто ничего не говорил. Ну и да, если родитель не замечает, что слышит ребенок, это так и есть. Нельзя безнаказанно предавать предков. От этого и наркомания, и алкоголизм, и самоубийство. Вот, оказывается, в чем дело. Мы просто язык предков предаем. О, мама дорогая. Более того, исследования этнопсихологов показали, чужая среда угнетающе действует на все способности ребенка, даже на физиологическое развитие. Если, например, 10-летнего китайца поместить в русскую среду, то он станет глупее и будет чаще болеть. И наоборот, если русского ребенка поместить в китайскую среду, то он будет там хереть. Боюсь, что товарищи, заявляющие, что через пару десятилетий в Европе не останется европейцев, с вами не согласятся. Интересно, а если Бурят живет в русскоязычном пространстве, он от этого болеет? Ведь его языковая генетическая память на другом языке говорит. Я думал, откуда у меня астма? А я просто немец. А живу в России. Ангела Меркель, я прошу, помогите генетическую справедливость восстановить. Хэштег «Ангела заметь Павла». А у нас русских детей прямо на родине погружают англоязычную среду. Почти все песни по радиотелевидению на английском. Большинство СМИ пропагандируют американские ценности. В школе стали преподавать английский язык с первого класса. Усваивая чужую культуру, молодежь обрекает себя на вырождение. Это явление новое и до конца не изученное. Но похоже, что это на психологи правы. Наш песня хороша, начинай сначала. То есть мы все-таки договорились игнорировать историю России 18-19 веков. Ну и ладно. Не меньший стресс вызывает то, что они не узнают себя в своих потомках. Такой конфликт подрывает здоровье людей, провоцирует их болезни и преждевременную смерть. Это очень убедительно показал в своих трудах профессор Гундаров. Главной причиной вымирания нашего народа является не физическое истребление, а нравственный кризис. Это тот профессор, который состоит в райен. Если вы не знаете, что это такое, погуглите. Ну и если вдруг поймете, что в Российскую Академию Наук вам вход с заказом, можете попробовать счастье в райен. Вот, к примеру, один из академиков. Петр Горяев, автор теории волнового генома. Согласно ей, генетическая информация в ДНК существует в виде волны, а наши гены могут реагировать на слова и исполнять желания, если мы их будем очень хорошо желать. Болезни, связанные с ДНК, можно лечить лазером и молитвами, а генетическая информация после полового контакта может длительное время сохраняться внутри женщины в виде все той же волны. А ваши гены исполняют желания? Нет? Ну, значит, плохо загадываете. Напишите в комментариях, какие желания должны исполнить ваши гены. Но вернемся к Гундарову, на работу которого ссылается героиня нашего ролика. Он в начале пандемии заявил. Чтобы перебороть и справиться с коронавирусом, достаточно иметь хорошее настроение, уверенность, что это паника ложная, гулять, выходить на улицу, встречать и с друзьями, советует он, несмотря на пандемию, поскольку, по его мнению, посидеть вместе, поговорить, обменяться мнениями, это поднимает иммунитет. По его мнению, делать все перечисленное, нарушая меры самоизоляции, должны и пожилые люди. Согласен, мнению такого человека стоит доверять. Но давайте закончим на позитивной ноте. Начнем с главного. В генетическом коде русского человека есть ключевое понятие совесть. Оно заложено в нас тысячелетним православным сознанием и всей языковой культурой русских людей. То же самое можно сказать и о других понятиях нашего самосознания. Когда они вспоминаются, поддерживаются, развиваются, человек живет по законам предков, выполняет свое предназначение на земле и передает свой опыт потомкам в виде волновой наследственной памяти. Правда, сразу же на душе приятнее стало. Волновая наследственная память – это дело такое. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите меня лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, комментарии, колокольчик. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. И да хранит вас волновая генетическая память.